Эта важная историческая акция проводится в третий раз. Участникам мероприятия уже стали свыше 300 детей, в том числе и юнормейцы. В минувшие выходные в Одинцовский краеведческий музей приехали 150 школьников из разных уголков Подмосковья в возрасте от 11 до 17 лет. И у них у всех общий интерес. Надеюсь узнать что-то новое для себя, исчерпать информацию по полной. Организаторы акции движения «Юнармия», «Парк Патриот» и детский лагерь «Солнечная поляна», в котором сейчас как раз и отдыхают дети, приехавшие на экскурсию в Одинцово. «Юнармия» – это общение, узнавать что-то новое, да и быть патриотом своей страны. Всех школьников поделили на четыре группы. Для них провели экскурсии по музею ветераны Отечественной войны, военной службы и боевых действий. Ребята узнали о Сталинградской битве, побывали на интерактивной площадке «Блинда Жакоб», в зале, посвященном космонавтике, а также увидели уличную экспозицию военной техники. Первое, конечно, я рассказываю о С-125, которая у нас сейчас стоит, там ракета ПВО С-125, которая на данный момент 14 апреля, когда коалиция американцев и Франция, и Англия открыла огонь из ракет по Сирии, то есть Сирия отражала, именно эта ракета отражала нападение этой коалиции. Вот она у нас находится на территории музея, вот о ней буду вести рассказ. В «Блинда Жакобеседу» с детьми провел бывший фронтовик-разведчик, полковник запаса, ветеран Отечественной войны Константин Федотов. Я был призван в армию, а потом уже в действующую армию, в возрасте, который вот как раз эти школьники. То есть, да, буквально вот полтора месяца в 10-м классе поручились, нас со школьной парты призвали в армию, и мы приняли участие практически на заключительном этапе. То есть, уже когда надломлен был хребет фашистского зверя, это Московская битва, Сталинградская битва, Куртская дуга, но предстояли еще огромные усилия, потому что еще в оккупации была Белоруссия, Правобережье Украины, Кавказ. Ветераны, участвующие в акции, отметили, что нынешнее поколение школьников очень благодарное и к истории Великой Отечественной войны относятся с большим интересом. Они внимательные, вопросы задают, чувствуется вопрос, а вопросы какие грамотные. Они требуют одно, скажите, пожалуйста, будет ли мир, почему. Вопрос кажется просто, да, как ответить ребенку, вот Константин Сергеевич или мне и так далее. Конечно, мы и примерами их вдохновляем и так далее, но я всегда им говорю, спасибо, ребята, что у вас такой есть, что есть у нас такое поколение. Возле каждой экспозиции ветераны проводили для школьников познавательные викторины, чтобы ребята смогли лучше закрепить полученные знания. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».